Семь проектов, один победитель. На сцене малого театра провели питчинг-идеи. За что соревновались молодые таланты, знает Марина Григорян. Репетиция в разгаре. Прожекторы, музыкальные инструменты и деревянная сцена. Через несколько минут все это окажется на террасе, где каждый участник театрального питчинга будет доказывать жюри, что именно его проект достоин продолжения. Это, на самом деле, новый для театра формат питчинг-идеи. Мы, можно сказать, запозичили его в кино. Нам прислали много видеозаявок. Мы выставили их на голосование в социальных сетях. И вот сегодня у нас семеро финалистов глядацкого голосования презентуют свою идею. Несмотря на шум вокруг, Анна повторяет свой монолог. В случае победы она получит шанс поставить спектакль известного норвежского драматурга. Постановка выставы Фина Хавревула «Ластевка летает низко». Это классическая постановка для театра, для людей. Эта выстава также есть в ней тема войны. Оценивать молодые таланты пришли независимые эксперты, художественные руководители киевских театров. Такие инициативы, говорят, поддерживают с удовольствием. Критерия один, чтобы это было талантливым. А другие критерии, которые тоже важны, это актуальность, сучасность, потребность глядачу. Я хочу постоянно чувствовать одну эмоцию. Ух ты! Ух ты! Ух ты! В прошлом году победителем Питченга стала Вероника Литкевич. Ее вечера поэзии вот уже год с большим успехом идут на сцене малого театра. Мы сделали вечер из наших стихотворений здесь, на террасе, вечером, под лампочками, живая музыка. И, на мой взгляд, у нас получилось очень весело, легко. В этот раз по результатам голосования победил Андрей Гуцел с постановкой «Спектакль в полной темноте». О жизни незрячих уже в следующем сезоне этот проект можно будет увидеть на сцене малого театра. Марина Григорян, Вадим Ревун, подробности, телеканал Интер.